поздравляю вы снимаете скрытые да с большой брат за вами внутри и извне тех кто участвует это так от меня слово мне больше интересно сколько слонов нанял наш уважаемый тимурид а вопрос за три штуки слонов там много не наймешь ну один слон или ноль слонов но мы будем объединяться на горку или не стоит нам лезть на горку стоит холм нам дают преимущество ну тогда объединимся и если что свалимся ты не этот холм смотри ты тот что сзади большой и страшный вот этот вот ну ладно то а я не против в принципе это будет даже хорошо мне так кажется а все вижу тебя но сейчас вот тебе иду к тебе иду силу духа и тела не вижу это я не то это нет в этой ценовой категории это самый раз то что надо меня прикалывает что набрал англичанин это я хотя хотя в итоге будет неплохо но все я готов но все я готов пригорчники так розовые слоники в количестве раз два три четыре пять шесть штук то есть время посмотрим на наших оппонентов не тормозит уже так что то так я так предполагаю что с нам лучше нам объединиться но если это реально не так тормозит как он стало меньше гораздо меньше стал лучше так замечательно мне больше шотландец интересен тема летом две пики и те две пики ул так я пожалуй поставлю так я вижу зимой и киевы слоники идут страшно нему меня очень любит поэтому он любит ничего на двоечку ставим потому что мы долго будем подниматься я давно поставил ну двоечка не двоечка сначала надо пять так нам у нас с тобой одна кавалерия на 33 человека что у наших добрых друзей ага что у нас ну друзей противословно есть чуть чуть у них кавалерия очень всякой пехоты очень драной есть лучники крестьяне лучники крестьяне крестьяне ой а я чего то я боялся то есть немножко баллисты есть пушечки дальнобойные противопехотные есть алибордисты простейшие а чё ты в мою сторону пошел лучше было бы чтобы ты пошел в другую сторону нет я люблю комбинированное такое есть рыцари чтобы нет это же не рыцари это торговое получение не рыцари я поймешь давно он не играл я рыцари я рыцари феодалы за моей арт с моей в одной линии артиллерию поставить хорошо и вообще все позади моей пехотной не хотят идти сейчас ты быстро конечно пришел горячи бодры но нормально горячи скоро будет ситуация которую я называю вареные макароны и как это относится к нам объясню потом нам а такой загадочный ну капитан же капитан нему капитан очевидность это без обид конечно так это чё нам показывать что у нас все хорошо по балансу но это склонники так влияют они будут решать если хорошо слонопотамы покажут себя и не дадут в обиду против баллисты всякой подобной вещи так у шотландии куча лучников кто у нас там противники еще раз посмотрите лица красивые венгры это кто у нас венгры это немо молодец немо ты случайно недалеко зашел следи следи за моей линией пытайся ее поддержать мемо старается приблизиться на расстояние выстрела чтобы как можно больше времени вести обстрел ну я это понятно я перехожу на единицу у меня наверное почти все действие уже скоро начнется я тоже на единицу перехожу мемо да какие вы умные смотри что-то в твоих слонах есть такое что же опять чтобы происходит так ну вроде уже не так жестко тормозить это конечно плюс есть определенное подлагивание но я думаю смотреть комфортно мы но я численности остановимся на какое-то время а публию дадим задание бороться своего интернет провайдера ополчения с копьями должны встать по бокам от моих орудий как можно скорее тут по бокам хорошо бегу и тяжелые монгольские лучники возомнили себя подведи стрелков попытайся от них избавиться хорошо сейчас уже бегу так выдвигаюсь лишь два отряда выделил бегом мая артиллерия так медленно двигается я думаю ближе все таки не надо отступ приближаться точнее не уйти не учи батьку жарить суп что это было учи батьку это это уже с пылу перета это из серии папа ошибся при готовке я даже не знаю что вам сказать во всяком случае новая точно наслушаюсь потом будут в их прохождениях разные подобные фразы выскакивать с отцовы и чаще всего будет так я боли что это то ваших органных орудий господа это они стреляют картечью так все слоны идут стараюсь сейчас их погнать кое что сейчас придумаем да чё тут придумывается сейчас увидишь главное чтобы запала зашкали вот я и готов уже все ну ладно упс запала не зажгли стреляйте стреляйте давайте ну успели успели молодцы выстрелить ты успел выстрелить они не то что успели выстрелить они успели перезарядиться и выстрелить дааа шикарно так значит я огненные стрелы убираю да стреляю обычными они более точны но я думаю с хорошей горки попытаюсь Нет, выходим резко вперед На подъеме ловим Я же говорю, не стрелять Резко вперед двигаемся Резко вперед, хорошо Там, где сейчас Кавалерия крутится Оба отряда, там нам надо встать Ай-яй-яй-яй-яй Приоритет на то, что там В первую очередь должны стрелки Оказаться У меня разомкнуть второй или не надо? Да, желательно Так, слоны взбесились Это уже не очень хорошо Да, они Взбесились? Они из этого состояния Вообще могут выйти? Могут, я видел Нет, могут вроде Ну Очень много времени должно пройти Но если хочешь на всякий случай По ним обработать Это Я балистами по ним постреляю немножко У меня еще полно снарядов У меня тоже их немало Радости, веселья Приоритет на пике делай При обстреле Хорошо И на кавалерию Угу Так, моих лучников начинают обстреливать Какой ужас Ага, сейчас я пос... Кто это начинает обстреливать твоих лучников? Кажись, вернулись А нет Они Совершают странные действия Один слон остался и не бежит Хотя нет, написано, что сломлены Так Он, видимо, им это Воткнул кол Угу Так, я подвожу Угу Что касательно кавалерии Меня перехватывают Отступаю Да никто тебя не перехватывает Это он меня пытается пробить Так, я стараюсь сейчас обойти Сейчас мои маленькие, но злые, очень злые хорваты будут... Крестьяне Перехватывают Хорваты Ну, хорваты Трансильванские крестьяне Так, я ввязался в бой со стражами границ Там как раз хорваты были на том фланге Так, шотландцы уже бегут Я вижу так Я стараюсь конницу их уничтожить Которая на левом фланге находится Высылай один отряд Злые вы какие-то Так Я же сказал, тебе надо работать по пикинерам Ты хочешь, чтобы нас с тыл обошли? Я хочу, чтобы меня не вырезали в лоб Так, все, я погнал, слава богу Все, переходим на другую сторону Погонцы Ну, а кто вас просил на гору лезть? А кто вас просил на гору лезть? А мы Оборонялись Мы начали оттуда развитие нашей атаки Да все нормально, не расстраивайтесь Так, сейчас постараюсь Твои хорваты слабаки Хорваты слабаки, казалось Ага, у меня одна лошадка убежала Ждем Ждем публия А вот это были не хорваты как раз Хорваты, они наверху на правом фланге На левом Относительно меня Публий, ты где? Ты хоть тут? Что-то его не видно и не слышно Ох уж, это Россия Неужели режут трафик? Скорее всего Закрывают Не только реальную границу Но и интернетную границу Между Украиной и Россией Таня, если в России отключат интернет Людям, то там бунты поднимутся Такие, что Никакая армия не удержит Ты представь, что будут делать Что будет делать молодежь Которую фактически лишили 50-60% Время провождения Мордерствовать Экантисовать, убивать Анонировать И совершать научные открытия Анонировать не получится Хорошо, тогда Зарабатывать деньги Зарабатывать Бунтовать будут Ну, пойдут в Кремль И выкинут оттуда Зато как рождаемость повысится В фонку выкинут из Кремля Так Ну что А ну промониторьте в хэнгаутсе Где наш друг А, вот Все Замечательно А, понял Что я не делаю Минус 1 Отлично Минус 1 Минус 1 Теперь займемся лучником Раз такая халява пошла Я пока что Тем, что у меня есть Поубиваю Больше его воинов Точнее Не его англичан Ага Подошла твоя пульница Молодец Ну, пока халява есть Надо Действовать Венгерская серпентина Это Хорошая добыча Которую нужно аннигилировать Как можно срочнее Так, а что же с публием Неприятно, конечно Что так вылетел Ну, будем надеяться Что скоро вернется Главное, чтобы свет не отключили Мда У них В России Таким балуются Губернаторы Ты знаешь Что сегодня пообещал Рамзан Кадыров Чего? Что он лично уничтожит Яроша Уничтожит? Убьет Серьезное обещание Для такого Как бы это сказать Головореза? Да, нет Я бы не назвал Кадырова Головорезом Я скорее назову его Трусом Который убил Свою пиворусского В 16 лет Он просто Так сказать Подлиза Подлиза Под Слишком много Громких фраз И слишком мало Действительно стоящих дел Ну, это ладно Понятно Он сказал Такое Яроши Которого Не знают А если бы он такой Сказанул бы на Скажем На Корчинского Ну вот Алло Один на один Алло Публик Иди Был Да, да Я вошел Это у меня проблемы были У меня Wi-Fi отрубился Просто И все Ты где был? Пиво и пил Чего? Ты где был? Пиво и пил Не, я Wi-Fi подключил Ну, это какая-то была реклама В СНГ Ты типа Ты где был? Пиво и пил с друзьями Это в 90-е такая была реклама Ну, как там происходит битва? Напряженно Ждем тебя Пока подъедаем твои запасы Че, мощные уже Моих-то уничтожили Ну, стрелков В основном Тех, кто опасен Тех, кто Брах народа А потом Будем уже Бороться с Вашей пехотой Господа Ох, люблю я видеть Как валерия режет Пехотинцев Это такая Услана для глаз Почти то же самое Что нюхать Запах Напалмы По утрам Чего-чего? Это я процитировал Помнишь фильм Апокалипсис Сегодня Главаря Воздушно-десантной дивизии Который до этого Был Кавалеристом Вот это я Его полностью Процитировал Он такое говорил? И слово в слово Прикольно Ну, у этого фильма Существует несколько переводов Но из-за специфики Армейских Этых Названий Не все правильно перевели Самый хороший перевод Это у гоблина Дословный Вот он Он сделал Потому что такое Он правильно все перевел И титулы И термины И И речь Вот там Инполковник В исполнении Этого актура Который играл Красного отца Тома Хагена Он такую речь Говорит Что когда я был Кавалеристом То Любил я Видеть Как кавалерия Режет пеших А потом Когда он стал Кавалером Воздушной части Он любит Напалму По утрам Он же типа Координировал Для Этого Для Эскадрильи Если не ошибаюсь Ну там Для Для Воздушной части Координировал Точку Удара Где нужно было Напалмом Жечь Ну Это же типа Вьетнамская Война Понял Понял О чем ты Ну я уже Правда Фильм плохо Помню Вот только Кадры Когда выжигали Напалмом Джунгли Вот это Помню Хорошо Интересно До сих пор Что используют Напалм Вот так Был По крыльям Ты там заходишь Кстати Он же И зашел Он вышел Из игры Ну Пойт Это Исключен Был Он же до конца Битвы не может То есть Он играть не будет Жалко Ну это Автоматик Ты говорите Ты уже убил Его Капец Где вообще Все Вот эти Девцы Происходят Почему Молчит Немо Он что Уже думает Что проиграл Или победил Оставьте Оставьте Он сосредоточен Вот я Борюсь С его Этими Самыми Органными Орудиями И крестьянами И прочими Прочными Вот если бы я не вышел Может быть У нас шанс Был бы Несколько раз Больше Может быть Сейчас Статистика Баланс Говорит Что мы потеряли 17% А вы 43% И все Спасибо Шотландцам Которые Вовремя Нарезали Врага Использовали Тот момент Когда Враг Оказался Не Ну Моей Тудроли Фактически Нету Моя Максимум Что сделать Так Оствязал Всех Лучников Его И Половина Лучников На холме Вот почему Убегает Шотландская Беднота А что Она должна Стоять Убегает В панике Не успев Сойтись В бою Соргом Она Убегает Ну так Это Шотландская Обиднота Да Это Не Точно Обиднота Ребята Мы Не Следующий О Молодец Немо Убит Давайте Следующий Компании Точнее Три тысячи Это мало Давайте Минимум Пять тысяч Давайте Пять Я не Против Уже За три тысячи Не купишь Ничего Ну давайте Лемо Признавайся Что ты Проиграл Англичане Они без Контроля А ты Уже Почти Разбит Слава Виктору Слава Цезарю Подожди Тут все Бегут Мои Правда Конечно Остановились Ну все Остановятся Я думаю То есть Тут еще Сражаться И сражаться На самом деле А вот Хорваты Бешеные Бегут На тебя А Вот они Пайпмен Перестройка И Включай Пики Сейчас Время Играет На тебя Лучники Сейчас Замочат Уже Побежали Его Хорваты Сейчас Бегут Кавалерию Порезать Нет У кавалерии Кавалерия Убежала Так Уже Можешь Спокойно Иди Добивать Крестьян И Прочий Сброд Да Через Лучников Это все Сейчас Пока Что Может Не Могли Знать Поражение Неконтролируем Англичане И у него Пищевых Войск Нет Останавливается Как думаешь Нему Да я Еще Чуть Чуть Повою Тут Как раз Самое Интересное Если Сейчас Признавать Поражение Мне Лишать Возможности Проявлять Действительно Ас Асовство Тактики Стратегии Так Тем более У меня Количество Стрел Не Бесконечно И Когда Оно Закончится Нужно Будет Думать Чем Взломать Потом Там Это Получение Копееч И Потом Оно Получение Там Его Взломать С Фланга Зайти Да Вломать Вломить Либо Комбинированная Атака С фланга Из Фронта Да Сейчас Сейчас Попробуем Назад Луки Не нагреть Вот Реально Заметили Что нет Тормозов На маленьких Отрядах Все так Сбалансировано Хорошо Это радует В отличие От того В отличие От того Бешеного Слэшшоу Что было Слэшшоу Да Слэшшоу В отличие Давайте Все на шестерку Сделаем Для Ищем Поготь Поготь Кто там Выигрывает Ты Посмотри Попробуем Попробуем А ты Думал Ну Это Наверняка Я Опять Виноват Мы Играем О Какой Вине Боже Третьи Ребята Давайте Оставим Эти Христианские Предрассудки Ситуация Форс-мажор И все Остальное Вот Это Вещи Которые Реально Мэттес Все Остальное Это А пока Создам Какое Сражение Нет Это Моя Преер Хотел Создавать Потому что У кого Я Лучше Создавать Буду Ну Ладно Я Просто Считал Что Потому что У кого Самое Большое ЧСВ То Создает ЧСВ Это Чувство Собственное Величие Именно Спасибо Думаю Что Только Из-за Этого Нет Мне кажется Что Ни ЧСВ Тут Играет Роль Тем Более Преимущество Создания Фактически Ну Не знаю Может Это Мой Взгляд На Эти Вещи Проще Сказать Немо Меня Обвинил В Чеславии А я Ему Отвечу Цитата Из Кинофильма Адвокат Дьявола Определенно Чеславие Мой Сам Любимый Из Грехов Так Ну Что Ж Англичан Нужно Разбить Можно Даже В общем То Луки Не Расходовать А Пойти Пиками Это Сделать И Взламывать Ополчение Скопами Хотя Конечно С Подветренной Стороны Не Удобно Это Делать Ребята Скажите Вы любите Под тишину В Total War Или Под какую-то Музыку И музыку И Стороннюю Музыку Лучше С Музыкой А Какой Сторонней Или Из Игры Да Тут Смотря Какая Музыка В Игре Если Такая Эпическая Какая Подходит Под атмосферу То Можно С ней Играть И Если Например Какая Тихая Грустная Музыка То Лучше Включить Свою Ясно Вот В основном В модах Ну Например Для Белон Крузиса Там Музыку Сделали Из Кинофильмов Такую Средневековую Вроде В Булатной Старе Еще Сделали Тоже Музыку Из Разных Русских Фильмов Не Русских Фильмов А Из Разных Игр Прежде Сего Из Игр Крестон Холд И Прочее Потом Музыку Взяли Из Ту Степс Тух Хел Крест Крест Море Конан Варвар Русских Русских Фильмов Там Нет Булатной Стали Вроде Есть Нет Русских Фильмов В музыке Там Взяли Ролики Но Не Музыку Что Вы Имеете Ввиду И о чем Просветите Вроде Там Музыка Из Александра Невского Есть Которые 39 Вроде Года Да Только Есть Одна Вставать Люди Русские Это Мы Обсуждаем Музыку Которая Звучит В игре Total War В модах В таких Модах Как Стан Стил 64 Звучит Ванильная Музыка А В таких Модах Как Белом Крузис 63 И Булатная Сталь Там Уже Добавили Музыку Ну Ещё М2 Я Добавил Музыку Из Кинофильмов Вот Лично В Белом Крузисе Там Добавили В основном Из Игр Других Типа Stronghold И Из Фильмов Конан Варвар И так Далее А Во Им Я Добавил Музыку Из Жанны Дарк Храброго Сердца Завоевание Рая Роколумба Великолепный Век Немножко Ну Такую Солянку Сдел Из Слушать Кинофильмов Музыку Из Кто Там Выигрывает Да Это Этот метод Никогда Не подводил Кто Выигрывает Да Тебя Взламываю Тебя Потихоньку По Одному Отре Взламываем Как Хакеры У тебя Очень Хорошая Кавалерия Хорошо Противостоит Моим Пикинерам Пикинеры Пики Побросали Почему Видимо Их Слишком Мало Чтобы Эти Пики Держать Мой полководец Еще жив Или уже На том свете Твой полководец А где он Не знаю Вражеский Вражеский Нет Это Союзник Надо будет Их Попробовать Идать Я помню Как Что не Говорить А мне Лично Понравилось Играть Не элитой А беднотой Тут Вроде Как Более Осторожно Отношусь К своей Армии Не знаю Я не чувствую Вкуса Средневеков В этой Бедноте Чувствуешь Бага Бичи Брати Бичей Набрать Побольше Кавалерии Бежать Вперед И радоваться Нет Нет Кавалерия Пехота Интересная Должна быть Например Пешие Рыцари Или Желандские Нехты Или Двуручники Свохайдри Ты посмотри на этих Всадников Это просто Убер Любитель Напалмана Только Лучники Наверное Исправятся И ополчение С копьями Публи Твои войска Шикарны Я хочу сказать Я там Четыре отряда Ополчения С копьями Нанял Потом Купеческое Ополчение Два Отряда Стрелков И Один отряд Крестья Если бы ты еще работал То у меня тут Нет шансов А так Конечно Ну это же интернет Да Ну ничего Немо Поздравляю тебя С мощной битвой У вас был холмик У нас был Твой интернет У нас был вылет У нас был вылет Как-то судьба Судила в нашу сторону Такой вот Неприятный Форсмажорчик Ну вот если бы я не вышел Мы бы победили Уберинг Да Мы скорее всего победили Кавалерии Ты бы ударил По моим лучникам Ну а пока что Топорщики Хорват Немо Использовал бы их Для того чтобы Погнать Нафиг Мои Все бегут Осталось Последний Твой отряд Два точнее Отряда Взломать Сейчас Будем понять Еще Кто Кто Будет Это сделать Давайте Вот Крестяшки А твоих 12 человек Осталось Нет Три отряда Слушай Тяжелые Всадники Стоят Уже Два Отряда Моих Полковод Запогнали Пошли Ребята Полководца Публия Погнали Отлично У меня пишут Что он побежал Как побитая Собака Потому что Я им не командовал Ну Если бы ты им Командовал То твой полководец Бы Остался Жив Несмотря Ни на что Даже если бы Ты потерял Все свое Войско И он остался Только один Человек Он остался Бежим Верно Потому что Твоего Неубиваемого Полководца Мы все знаем Он не тот Культ Предлагает Самирам Два на два Сыграть Культ Канал Который Ага Самирам Сыграть Напишу Сейчас Что занят Как же играешь С Виктором И С веселой Компанией Ну Как сразу Расцелуй Количество Боев Договорных Замечательно Есть с кем Играть Это хорошо Мы победили Бежали Уля Слава Вылету И Бежде всего Слава Виктору Ну И Я ему скажу Хорошее Слово Напоследок Твои Хорваты Это Звери Слава Пувлию За то Как он Подобрал Войска И что Их было Достаточно Тяжело Погодите Сейчас Напишу И Зайду Обратно Что ж Ну Я думаю Подписчики Рассудят Верно И В комментариях Выскажут Своё отношение К такому Сражению Но Не судите Строго Всякое Бывает Форс-мажор У нас Более Такая Дружественная Компания Мы Я думаю Друг на друга Не обижаемся Победы Или Поражения Было И побед Много И поражения А вы Я думаю Сделайте Вывод Кто Сильный Игрок А кто Слабый Игрок Думаю Это и так Ясно Хорошо И Попереду